И так, после небольшого перерыва я продолжаю записи новых серий на канале, это новостное видео, пишется оно с первой попытки, с первого дубля у меня не так много времени, поэтому будут косяки, я без косяков никак. Ну и это сетевой бой, я за Египет против Бактрия, по составам, сами видите у меня преимущество по пехоте ближнего боя, по мечникам, по копьям у меня целых 6 копий, у противника преимущество по кавалерии и у меня дополнительно преимущество по стрелкам. Беру я в битву 2 скорпиона, это очень неплохая добавка к стандартному в принципе строю, это все у меня достаточно стандартная армия, которой обычно играют сетевые бои, разве что пик берут 4, в этом смысле у моего противника даже более стандартная армия. Но зачем я беру скорпиона? Скорпионы как раз идеальны против коробки, потому как противник очень не любит когда его обстреливают со скорпионов и поэтому идет вперед. Собственно начало битвы сразу же. Я немного выдвигаюсь вперед, чтобы скорпионы начали обстрел, противник прячется в лесу. И здесь надо бы высылать вперед кавалерию и засвечивать его. Но пока мы выстраиваемся. И кстати, поскольку это не просто сетевое сражение, не просто сетевой бой, но и новостное видео, новость номер 1. Это даже не новость, а благодарность. Благодарность всем вам за то, что смотрите. За то, что даже кто-то лайкает то, что я выкладываю. Так что спасибо вам за то, что вы есть. Это первая вещь, которую я хотел бы сказать. Именно благодаря вам я и продолжаю запись. И как раз у нас идет вперед кавалерия разведывать вражеские отряды, чтобы по ним могла стрелять наша артиллерия. Уже 12 человек я выбил у бактрийской знатной конницы. И продолжаю по ним стрельбу. Вот, был выстрел, начинают включаться наши критские лучники. Здесь в принципе ошибка, слишком близко враг ведет кавалерию к нашим рядам. Это дает возможность его весьма и весьма неплохо обстреливать. Здесь, минус 20, и здесь уже минус 25. Конницу мы проредили неплохо. Здесь в разомкнутом строю идут пики. Цель не слишком хорошая для обстрела. Но, пока что, как вы видите, нас обходят с флангов. Конница у меня всего два отряда, и это весьма легкая конница. Ну, вернее, числится она как средняя ближнего боя, но... У противника это тяжелая... Кавалерия. Вот, знатные всадники опять неудачно подставились. Успел я их перехватить мечниками. Очень удачно этот момент для меня сложился. Но здесь классическая атака с тыла. Я тут пытаюсь как-то выстроиться. Пики выстраивают коробочку. Куда-то спешат. Про этот отряд я вообще забыл. Главное, сосредоточился на выстраивании. И атака по гражданам всадникам. Кое-как успеваю их развернуть. У меня еще внимание на передний фронт. И пытаюсь я как-то развернуть скорпионы и лучников скомпоновать чуть ближе. Но, в принципе, кое-как я развернулся. Подходят пики. Подходят мечники с тыла. Очень неплохо. Пытаюсь как-то ей впихнуть во всю эту кочку свой скорпион. Перестраиваюсь. Но, в принципе, если сейчас эта кавалерия не уйдет, я ее понемногу смогу перемолоть. Прорыв кавалерии, кстати. Видите, здесь тонкий строй пикинеров, брешь. И легкая конница идет в тыл на моих стрелков. Упс, скорпиончик споткнулась конница. И идет плотное сражение. Опять-таки, атака на бэк 3-скую конницу. Как у нас в тылу. Паникуют конники, но стоят довольно долго. Паникует кавалерия в центре. Здесь и катафракты. Очень-очень много неприятностей мне этот отряд доставил. Вот он атакует наших мечников. Но, в принципе, натиск у него не сильно получился. Мечники в тораксах в тылу. Копейщики-щитоносцы. Здесь куда-то совершенно не туда идет скорпион. И нас обстреливают с фронта. Пики мы, в принципе, вот эти выбили, когда они наступали. И наши кавалерии пытаются как-то их пробить. Идет фирменный бардак. Фирменная тактика окружения коробки и обороны. Непонятно, кто с кем сражается. Кто-то пытается удержать ряды. Мечники в тораксах пока что больше пытаются в нас стрелять. Наши отряды вообще станут. Ну, типичный бардак. Наконец-то, кстати, я догадался атаковать с лучников. После того, как мне выбили почти весь передовой и часть второго отряда, который шел следом. Но пики я здесь, в принципе, разберу. И луки очень правильно развернулись. Здесь обстрел с тыла. И, наконец-то, я пехоту. Хоть как-то стараюсь перестроить. Здесь наш царский отряд греческой гвардии пытается продавить на второй отряд мечников в тораксах. Перестройка наших мечников. А на левом фланге у меня проблемы. Здесь пикинеры против пикинеров, и я эту схватку, скорее всего, проиграю. Просто потому что как-то неудачно она идёт. Левый фланг стоит. Типичная оборона, типичное встречное сражение пикинеров. Это вот такое стояние и вот такое тыканье. И никто не пытается двинуться. Потому как, если отряд пикинеров двигается, то он поднимает пики, и его можно просто сжирать. Вот, вполне для моего противника неплохая атака во фланг пик. Но надо было ему в эту брешь атаковать открытую совершенно. Он немножко на фланге завязался. Это довольно частая ошибка. Я сам её совершаю. Прожимает он стёги, но это бесполезно. Здесь наша греческая царская гвардия, элитный отряд, продавливает всё. Уже у них 40 почти что фрагов, они только-только вступили в бой. Но я уверен, что они справятся. Уверен был в тот момент. И по итогам боя я уже знаю, что они справятся. Греческих катафрактов мы почти выбили. Ну и 20 человек представляют угрозу. Щитоносцы ничего не сделали, у нас было очень мало кавалерий, и она уже кончилась. Убилось у элитных персидских лучников, которые как раз среднюю конницу легко вырезают. Достаточно хорошо справляются. Прорвались пикинеры по центру. Враг нас своими лучниками расстрелял с фланга. А пикинеры помогли добиться. Тем не менее, здесь мы наоборот преуспели в обороне. И сейчас я буду разворачивать пикин на эту сторону, как-то перестраивать с лучников. Довольно сумбурно это происходит. Но главное решается вот здесь, в центре. Против мечников-тораксов мы стоим. И я подвожу резервы для атаки в тыл. Нас тоже в тыл атакуют. Катафракты. Даже не в тыл, а во флаг. Опять-таки не очень удачная атака противника. Здесь пехота просто стоит, потому что ее атакуют с этой стороны. Пытаюсь я как-то ее вытащить, но не успеваю. Их уже разбили. Как-то удалось собрать скорпионов. Атака по стрелкам. Ну, хоть по кому-то, потому что сюда разворачивать их смысла никакого нет. Разбил я пикинеров-тораксов. Опять теряю отряд. Из управления. Противник также пытается перестроиться. Часть наших отрядов бунтуют. Часть атакуют. Лучники уже идут в рукопашку. У них снаряды кончились. И самое-самое обидное вот здесь. Обидное и смешное. Пики стоят. Друг против друга. Никто не решается атаковать, так как понимает, что здесь атака это ошибка. Но противник решает связать меня боем и расстрелять с тыла. Но это правильно, в принципе. Это совершенно правильный поступок. Здесь я иду вперед, потому что тупо меня больше. Ну и сражение за центр. Здесь мечники в тораксах. Второй отряд. Второй отряд. Бактрийская царская гвардия. Два наших командира столкнулись. И нас еще с тыла копейщики щит в нос и давит. Но мечи наши их быстро разберут. Поджимаю я с тыла мечниками в тораксах. В принципе, второй отряд, который здесь мечников был, мы его разбили. Идет в атаку. Идет в атаку тяжелый кавалерий катафрактов. Зажимаю ее сразу с тыла. Зачем он кавалерию бросил через свои ряды, непонятно. Надо было бить отсюда, с этой точки. Пытаются нас закрыть пики. Пытаюсь я развернуть по тылам скорпионы. И здесь кто дрогнет первым. Пошли пики в атаку. Что на остальном поле? Пикинеров мы в схватке разбили. Здесь, напротив, нас опрокинули. Элитные персидские лучники разбили наших критцев. Очень хороший отряд эти перси все-таки. И в этот момент мы убили вражеского военачальника. Что автоматически бросило противника в бегство. Потому как его ряды были потрепаны. Ну и в завершении видео еще два объявления. Первое это то, что именно этим видео я и начинаю серию своих сетевых битв в Рим 2 Total War. Будут различные фракции, возможно, интересные... Нет, даже невозможно. Точно будут необычные и интересные тактики. Пробовал я уже множество вариантов. Некоторые из них просто убойные. Разумеется, я с вами поделюсь ими. Вариантами, которые просто разрывают обычный состав противника, которым сражаются в сетевых боях. Также будут просто интересные составы за все фракции практически, которые мне доступны. За множество фракций в игре. Много битв за любимый мой Египет. И, конечно же, за другие фракции. Но не только об этом я хочу сказать. Главная же новость это то, что начинается то, что я назвал эпохой сюрпризов на канале. Начинается несколько отдельных проектов, о каждом из которых я не буду говорить. Все-таки эпоха сюрпризов как-никак. Но просто надеюсь, что будет интересно. Кое-что я как раз сейчас для вас готовлю. Посмотрим, понравится ли вам. Ну и напоследок просто вопрос к вам. Что именно хотели бы видеть вы? Какие ваши идеи? Пишите в комментариях, советуйте, предлагайте, обсуждайте. Майнкрафт писать не буду. Даже не думайте. Доту тоже. И все остальное, попсовое, так же. Ну, в общем, тему вы поняли. Направление развития так же. Всего вам доброго. Традиционно спасибо, что досмотрели до конца. Ух, отлично. Превосходно. Заразный Гатримус, заразный.